С мужем мы познакомились 14 лет назад. И уже 13 лет, нужно сказать, что мы с ним в браке. У нас четверо детей, трое сыновей, одна девочка. Он очень добрый, честный, ответственный, заботливый муж, преданный своей семье, своему народу, своим детям, своей вере. Для меня он человек с большой буквы, потому что я всегда старалась следовать его примеру. Очень старался соблюдать свою веру, все, что положено по исламу. Никогда не отказывал, если к нему кто-то либо обратится с какой-либо просьбой, он старался выполнить и помочь всем, чем мог. Никогда не оставался в стороне. Сейчас, когда его забрали, и его реактам со мной нет, я встречаю очень много благодарных ему людей. И то, как о нем отзываются, и то, как мне о нем рассказывают, для меня многое становится очень волнительно. Я очень сильно им горжусь и восхищаюсь его характером и его человеколюбием. Чувствуется его нехватка, потому что он старался все свое свободное время уделять детям и как можно более полезно рассказывал им о нашей религии. Где-то на намазе, во время намаза старался детям привить исламские чувства, учил их, мальчикам тем более. Особенно нужна вот эта мужская поддержка и пример отца. Вот он говорит, я буду выучить все суры, все имена Аллаха, и бабушка обязательно вернется. Обыск для нас был, для меня, для моего мужа был шоком. Потому что я никогда не ожидала, ну, я не думала, что такое может произойти. Мы недопорядочные люди, мы никогда не нарушали никаких законов. Верили, соблюдали законы нашей религии, были полезны для общества людьми. И очень было для нас шокирующе на тот момент. Соседи наши даже не знали об этом, то, что у нас проводится обыск. Люди узнали, когда уже они наш дом обыскали и уже вышли на улицу, и уже собирались его забирать. Я их спросила, я говорю, а вы его почему забираете? Вы же ничего не нашли, что вы от него хотите? Мы его забирали. Сейчас мы зададим для протокола пару вопросов, и он приедет. Я на тот момент, мужа успокаиваю, ну, не переживай, это, наверное, им надо для отчетности, для этого они к нам зашли. Его увезли. Если честно, ворота вот эти открылись, машины, эти две газели выехали. Люди, которые услышали то, что у нас, оказывается, проехал этот обыск, подошли. И вот эта пустота, вот это состояние, состояние разочарованности, в тот же момент для меня было унизительно, что могли бы подумать о человеке верующем. такое, человек, который верит в Аллаха, никогда не причинит никому вреда. Никто не остался в стороне. Каждый подошел и каждый помог хоть кто чему, кто-то добрым словом, кто-то материально, кто-то физически. Я благодарна очень сильно джемату, очень благодарна соседям, всем, кто поддерживает в эту минуту наш народ и всех нас. Аллах разовался. Аллах дает испытания. Иншаллах дает силы нам это пройти. Значит, в этом есть какое-то благо для нас. Мы должны в это верить и стараться все объединяться и верить друг к другу. Побольше и укреплять свой имам.